здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я века видео очень нужно для мамочек я считаю ну необходимыми просто для мамочек всех поэтому я его таки назову потому что просто посмотреть на шапку это одно но вот это это шапочка у нас будет для деток двойная с ушками теплая поэтому я считаю актуальное нужное видео так пряжа у меня вот смотрите 50 50 граммах 133 метра то есть я вам скажу девчонки здесь я буду рассказывать принцип так что вот пряжа и спицы у меня здесь рекомен рекомендованные три с половиной четыре с половиной но у меня три миллиметра вот у меня вот столько почти два матка то есть почти 100 граммов это не принципиально потому что можно вязать любыми нитками я буду больше опираться на принципе вязания если я набираю вот таким вот способом вы поймете потом почему потому что мне нужен тоненький край чтобы здесь будет шов и он мне нужен незаметен незаметным поэтому вот таким вот образом сначала я первую петлю завязала и вот так вот набираю 23 набираю 29 петель 29 петель первый ряд я вяжу лицевыми петлями ну соответственно как обычно первая петля я снимаю далее лицевыми петлями второй ряд первую петлю снимаем и вяжем 12 петель лицевыми петлями 12 теперь переносим нить перед вязанием и переснимаем с левой на правую спицу три петли просто не провязанными и снова вяжем 12 лицевых петель последняя изнаночный лицевой ряд следующий ряд вяжем лицевыми петлями то есть все лицевые ряды мы вяжем лицевыми петлями а в изнаночном ряду центральные три петли мы снимаем не провязанными и нить перед работой вот они наши эти три петли центральные видите вот они раз два три вот они по центру и пойдут лицевую гладью вся шапка у нас будет платочной вязкой а по центру спира лицевой гладью три петли еще раз сейчас покажу в изнаночном ряду уже будет виднее так 12 лицевых теперь три петли я переснимаю нить перед петлями и далее снова вяжу 12 лицевых и так далее лицевой ряд мы провязываем лицевыми изнаночном и 3 12 лицевых 3 снимаем 12 лицевых продолжаем вязание смотрите вот я провязала 5 сантиметров я здесь вот будут такие секторы рисовать 5 сантиметров что касается размеров девчонки внимательно смотрите в видео не задавайте мне в начале видео вопросы досмотрите до конца если вашей информации в видео не нашлось тогда задавайте вопросы потому что на те вопросы которые есть видео я не отвечаю принципиально под видео я вам говорю что по коррекции размера я я в течение видео все скажу все свое мнение все как делать как корректировать как посчитать сейчас мы вяжем основ значит рисовать я буду как бы вот смотрите вот эта дорожка у нас из трех петель рисовать я буду вот эту часть вот она эта дорожка да на схеме а вот наши 13 петель то есть это половина подрал подразумевается с обратной стороны вот 5 сантиметров я провязала теперь вяжем таким вот образом теперь вот здесь вот у нас будет расширяя здесь мы будем добавлять по одной петле в каждом лицевом ряду так называемые реглан вот когда мы довязываем до этой полосы из трех петель и отсюда из протяжки достаю одну петлю 3 петли провязываю можно накид можно вот так и так далее и вижу соответственно в изнаночном ряду сейчас покажу каждом лицевом ряду из протяжки я буду вывязывать петлю либо делайте воздушную петлю либо накид это уже но накид будет с дыркой она нам не нужна нам нужно здесь вот все плотненько красивенько здесь у нас будет количество петель увеличиваться 3 петли остаются неизменными вот они 123 все остальные вяжем лицевыми вот продолжаем вязание и добавляем в каждом лицевом ряду смотрите добавила я здесь пишу 10 раз по одной петле здесь у меня вот в этом сейчас я вместе нахожусь значит тут у нас три петли таки остается здесь у нас 23 петли и 10 сантиметров то есть еще пять сантиметров я так вот напишу то есть да вот этого места 5 сантиметров и еще 5 то есть всего 10 далее вот она видите вот видно вот этот вот видно эту деталь расширение теперь мы будем делать сокращение точно так же как бы своеобразный реглан эти три петли мы все раз все время продолжаем вид на изнанке снимать нет перед перед вязанием вы потом я вам покажу почему именно мы делаем так а необычным как бы регланом так а здесь вот перед регланом теперь мы будем провязывать как бы не перед регланом и перед этими тремя на петлями по 2 вместе перед петлями и после этих трех петель теперь мы будем сокращать вот они кстати видите с изнанки я кстати сейчас покажу вот эти протяжки которые мы снимаем во первых она очень хорошо вот так вот складывается пополам во вторых смотрите почему это вот тут не люблю я из-за этого эти спицы это вязка у нас тянется прекрасно а вот здесь вот вот это место не очень прекрасно тянется то есть это все будет у нас вот это фиксировать по головке ребенка видите вот здесь вот будет шапочка а здесь ничего у нас не будет поддувать и за задувать вот этот шнур своеобразный он будет фиксировать шапку по голове еще потом вам покажу то есть сейчас мы добавляем ой верни убавляем 10 раз по одной петли продолжаем вязание вернулась я туда откуда я пришла 13 петель у меня здесь плюс 3 вот эти вот соответственно с этой стороны тоже 13 так вот она наша вырисованная ушка вот такой вот прекрасный раз прекрасно теперь я продолжаю ровное вязание вот этих вот 29 петель которые мы набирали изначально то есть вяжем без добавления вот следующий наш этап девчонки и он у нас 15 сантиметров то есть ровно мы уязали 15 сантиметр так здесь у нас 5 сантиметров здесь 15 и далее мы снова делаем вот эти вот добавления 10 раз по 1 и убавление 10 раз по 1 то есть повторяем вот эту часть 5 сантиметров и еще 5 сантиметров ровного вязания то есть полностью дублируем вот эту часть только в обратную сторону к сейчас я буду добавлять то есть повторю вот эту штучку потом еще провяжу 5 сантиметров ровно окно вот девчонки смотрите связала я вот здесь вот у меня снова восстанавливаем картину 5 сантиметров и 5 сантиметров сейчас мы поговорим о размере так длина составляет 45 сантиметров сейчас то есть спокойном состоянии соответственно шапка наша тянется прекрасно тянется и очень часто вам скажут до скотки сантиметров до 55 сантиметров тянется в объеме шапка в общем девчонки своего ребенка вы знаете сколько объем головы вы знаете еще лучше если вы это все дело будете мерять по шапке которая ему как раз в пору средний размер я вам дала у нас размеры соответствуют количеству объема головы вот и смотрите здесь от 45 до 45 до 55 до разницы это если смотреть размер если вам нужен меньше размер вот ту же самую схему девчонки вы только убираете здесь минус один сантиметр допустим 4 здесь вы убираете 2 13 и здесь 14 сантиметра то есть объем головы у нас уже будет меньше на 4 сантиметра да это уже будет меньше это будет 40 40 один сантиметр если еще меньше соответственно можно убрать вот здесь вот не 5 сантиметров а 4 то есть 8 петель добавить и 8 убавить это если совсем уж малюсенький размер то есть вы набираете это количество петель вяжите 8 добавили 8 убрали потом провязали 10 11 сантиметров и так далее и у вас получится совсем малюсенький то есть среднем убирайте одинаковое количество из вот этих вот секторов если нужно убрать 1 2 сантиметра то убирайте вот здесь вот если нужно убрать до совсем маленького размера то убирайте и здесь то есть сделайте меньше добавление убавление и вот это ушко будет вот допустим вот такое вот маленькая если на маленького ребеночка а я думаю понятно с размерами ориентируйтесь на размер головы ребенка и уже исходя из этой схемы и уже исходя из этой сме и схемы просто равномерно это количество петель уберите из вот этих показателей так далее девчонки я уже довязала теперь я все петли закрываю и вот видите закрылая петли теперь я буду набирать в последнее у меня осталось на спицы набирать из кромочных по одной петли цепляю я за одну за переднюю половинку кромочной и набираю до конца прям все все петли вот из кромочных набираем смотрите набрала я все петли сейчас вы можете кому удобно в круговую вяжем в круговую кабу удобно вот так вот ровным полотном вяжем ровным пола я буду вязать в круговую поэтому одеваем манаркер мне нужен для того чтобы отделить начало ряда потому что платочную вязку в круговую мне придется вязать один ряд лицевыми петлями один ряд изнаночными петлями вот этим я делам и взайму сейчас я вяжу первый ряд изнаночными петлями далее у меня будет лиц и будут лицевые петли все я продолжаю я продолжаю вязание в круговую платочная вязкой сейчас я вяжу верат изнаночные петли следующий ряд будет лицевыми таким образом буду череда так девчонки вот провязала я в высоту что смотрите вот что вяжите в круговую платочная вязкой что не вяжите эффект 1 и вот это вот видно как бы вроде бы как сшито это на самом деле не сшито это переходы мои вот поэтому но хочу сказать девчонки это шли это не обязательно здесь платочная вязка вы себе выберите любой узор и у вас не будет видно этого шва если хотите в круговую вот сейчас измерю полностью у меня 18 сантиметров или я буду делать сокращение вы высоту шапки тоже меряйте по ребенку и учитывайте то что будет еще внутренняя шапка возможно 18 сантиметров вашем случае будет мало но если платочная вязка она очень хорошо тянется поэтому я считаю что достаточно закрывать в макушку будем очень просто в этом случае нижнюю внутреннюю шапку будем закрывать по-другому так что не пишите не спешите писать комментарии открываем внимание каждый лицевой ряд я провязываю по 2 петли вместе изнаночный ряд просто изнаночными вернее второй ряд изнаночными петлями я провязываю полу просто провязываю изнаночными и следующий лицевой снова провязывая по 2 вместе то есть через ряд я делаю такие вот манипуляции так вот смотри где девчонки сколько у меня осталось петель на спицах вот всего ничего около десяти чуть больше всего я провязала 5 рядов из них два изнаночными рядами без убавления а с убавлениями именно по 2 петли вот смотрите один два три ряда между ними два изнаночные петли теперь я просто стяну оставшиеся петли на иглу даже ради интереса посчитать 9 10 11 петелечек у меня смотрите я продеваю мне нужно пролезть на изнаночную сторону там завязать стягиваем и завязываем узел так ставшиеся нитки обрезает так еще раз повторюсь девчонки узор может быть как любой это я просто для простоты объяснения взяла продолжила этим вот такая вот макушка получается стянутая и теперь мы вяжем подкладку то есть внутреннюю часть опять же еще немного информации нитки у меня заканчиваются там осталось на завязке на помпончик чуть поэтому внутреннюю часть я буду вязать дополнительными нитками вы же можете вязать нитками в цвет соответственно девчонки вот расход ник не так около 100 120 граммов в зависимости от размера так здесь я нитку привязываю снова из кромочных набираю петли а вот здесь вот нитки тоньше поэтому вот сейчас я вам немного расскажу не упускайте эту информацию если вы вот эту сторону допустим захотите вязать жаккардом или косами топ соответственно петель должно быть больше для того чтобы было больше петель набираем не из каждой куверни из каждой кромочные через один раз одну петлю а из 2 кромочные вот так вот две петли то есть здесь у нас пойдет одна петля здесь у нас пойдет две то есть первую петлю я провязываю из первой как бы дольки кромочная вторую я вывязываю из обеих вот таким вот образом я набираю все петли до конца то есть чередует 2 1 2 1 набираем петли так смотрите набрала я петли девчонки и здесь тоже я перехожу на круговое вязание но лицевыми петлями уже мне не нужно в подкладке как бы вот этот узор просто чулочная гладь все лицевые петли я вижу поэтому и набрала больше петель потому что нитки тоньше и лицевая гладь она уже полотно чем платочная вязка платочная вязка уходит в ширину немного поэтому вот так вот девчонки а вы если хотите допустим верхнюю часть вязать каким-то узором то наберите большее количество петель вот по этому способу так теперь я вижу в круговую эту часть вот здесь вот у нас дырочка есть ее мы зачем в процессе все я вам буду показывать и по сути вот она наша верхняя шапка уже готова и нам осталось внутреннюю часть связать так девчонки сейчас мы немного соберем эту конструкцию нам нужно зашить вот видите я провязала уже немножечко высоту можно сделать здесь финиш для этого я вот фигу проделаю ниточку и просто здесь будут сшивать так вот смотрите я сшила следите за тем чтобы совпало вот это вот полосочка видите чтобы все здесь было красивенько теперь еще один момент вот я прихвачу буквально такими стежочками такими легенькими редкими просто прихвачу вот эту вот наш учат соединю их эти две части и не затягиваем чтобы здесь у нас могло все хорошо тянуться просто вот так вот такими большими стежками я это все эти две детали соединяем так вот по кругу прям сюда всю между собой и продолжаем вязать вот эту вот видите вот здесь вот она будет фиксирована чтобы ничего у нас не смещал что касается этого оба дочка шапки видите вот это то что я говорила что он будет здесь придерживать шапочку ничего не будет оттопыриваться смотрите как красиво выглядит аккурат так девчонки вот смотрите сделала я одну ошибку говорю вам сейчас я сейчас перешла на тонкие тоньше спицы потому что видите пряжа тоньше а в зала все таки этими троечками спицами да было сразу переходить чтобы было потуже так что это мой косяк я его озвучиваю если набирайте больше петель тоньше пряжа в тоньше спицы соответственно да и теперь вот смотрите провязала я но это тоже относительно и 7 сантиметров да вот приблизительно вы же видите где у вас начинается макушка вот сейчас и иначе да вот вот она сужение пошло значит пришло время делать убавление все вязание я разделила по количеству петель на 8 равных частей обозначила их маркером и буду делать как в носке девчонки нас точек мы убавляем в классическом вязание носка так сейчас показываю довязываем до маркера и здесь сразу после каждого маркера провязываю две петли вместе и так восемь раз по кругу следующий ряд вяжу без изменений то есть подразумеваем изнаночный ряд то есть без изменений и в каждом втором ряду вернее каждый второй ряд мы вяжем без изменений каждый первый ряд мы делаем вот эти вот сокращения и продолжаем вывязывать макушку уже перешла на тоньше спицы так что сразу перенабирайте даже спицами потоньше если набираете этим вторым способом вам было более такое по головке продолжаем причинке смотрите показываю я вот эти вот сокращения видите как они сходятся на макушке и теперь вот когда у меня вот здесь вот это вот линия сокращение и вы осталось между ними по три петли я там видно да вот здесь вот уже надо стянуть визуально даже я уже даже не буду поснимать перья просто все петли провяжу по 2 вместе и стяну даже можно и по три не по 2 так вот видите я провязала под 2 вместе теперь на ему и теперь я просто стяну вот эти все петли и завяжу узел вот она моя макушка так нужно протянуть вовнутрь продеть эти петли эти ниточки основа наша готова вот смотрите вот она внутренняя шапка внутренним и теперь выворачиваю на эту сторону так вот она девчонки шапка сейчас я вам измерю измель 23 46 сантиметров у меня ширина но учитывать это что она двойная поэтому им 19 высота вот она 19 без вот эти уход ушек теперь понятное дело что украсить вы можете чем угодно я вот сделай такой-то помпончик маленький хочу так вот вот такой вот маленький помпончик я приделай и соответственно завязки если вы хотите я рекомендую вот так вот в конце протянуть нитки таким вот образом так смотрите при делала я помпончик сделала одну завязку вторую показываю вам значит проделая таким вот образом с каждой стороны по 6 не так длиной 90 100 сантиметров около около метра плюс-минус сейчас по 4 штучки я разделю и заплетаю обычную косичку 1 2 3 4 вот таким вот образом обычно можно конечно связать и крючком я считаю вот в этом в этой ситуации это самый оптимальный вариант это косичка вот по сути и все сейчас я доплету заплевая эту косичку 30 сантиметров она у меня длина приблизительно такая вот шапочка у меня вот она вот она внутри смотрите какая тепленькая хорошенькая ну а на этом я с вами прощаюсь девчонки буду вам очень благодарна за лайк комментарий и репост поддержку канала для его развития на сегодня это все с вами была века и школа аркадель и всем пока-пока и 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